Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Где грань между психологом и психиатром? В смысле, как человеку понять, когда ещё не всё так уж плохо, но уже нужен не психолог, а врач-психиатр? Мне кажется, что вопрос поставлен не совсем корректно, потому что это же вопрос личного восприятия. Когда не всё так уж и плохо. Дело в том, что плохо или хорошо определяется человеком по его чувствованию, условно говоря, своего качества жизни. Если говорить совсем грубо, то психолог не работает со всем тем, что связано с химией тела. И, соответственно, как бы химией тела занимается именно психолог, именно врач. Как бы если качество жизни падает не сильно, если качество жизни уменьшается не сильно, то, соответственно, можно обратиться к психологу, вот, рассмотреть симптомы. Если есть подозрения в этих симптомах на то, что, возможно, какой-то из них вызван изменением и химии тела, да, то обратиться к психиатру. Если таких вопросов не возникает, значит, к психологу всё. То есть тут в этом смысле как бы дедифференциация работает примерно таким образом. В неком каком-то идеальном мире, наверное, психология и психиатрия должны работать в некой коалиции, но мы живём в мире, где психиатрия и психология находятся, если не в прямой конфронтации, то в таком, знаете, вооружённом нейтралитете. И, соответственно, психологи относятся настороженно к психиатрам и наоборот. Поэтому, если стоит задача лучше узнать себя, если стоит задача разобраться в себе, то это однозначно психолог, психиатр в этом не поможет. Если стоит задача убрать или снизить какой-то симптом неприятный, то это задача психиатра. Вот как бы и всё, пожалуй. То есть можно смотреть исходя из компетенции, можно смотреть исходя из своих задач и целей, и можно смотреть из своего восприятия уровня качества жизни. Потому что при серьёзном ухудшении качества жизни работа с психологом, она же психотерапия, ну, наверное, будет менее эффективна. Потому что человек не настроен в этом состоянии, да, он не настроен на то, чтобы вот себя узнавать. Лично я, наверное, придерживаюсь той позиции, что психотерапия является роскошью. То есть психотерапия – это история, которая направлена на улучшение, на повышение качества жизни. Вот. Тогда как психиатр работает с тем, чтобы вернуть человека хотя бы на, как бы, предыдущий до начала проблем уровень жизни. Вот. То есть психиатрия вряд ли, вряд ли можно назвать роскошью. Психиатрия и работа психиатра вряд ли подразумевают освоение человеком чего-то нового, расширение его границ, тогда как работа психолога очень даже это подразумевает. На этом всё, буду благодарен вам, если появится обратная связь. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует...